Рыбнешься? Зарежу. Всем привет! Меня зовут Оля Грейс, и я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. И сегодня, наконец-то-таки, ребята, ваша любимая рубрика «Маньяки в моей жизни». Устраивайтесь поудобнее, возьмите вкусняшки, которые вы обычно берете для просмотра моих видео, и желаю вам приятного просмотра. Это история о 20-летней девушке Насте, которая училась в колледже. Она жила, как все обычные люди, и радовалась жизнью, наслаждалась каждым моментом, она была на последнем курсе в колледже и хотела уже, наконец-то-таки-то учиться и пойти работать на работу, как все нормальные люди. Все было, как всегда, у нее прекрасно, но ничто не предвещало беды. По телевизору часто показывали какие-то новости о том, что какие-то маньяки в соседнем городе орудуют, но Настю это не пугало, потому что он ведь в соседнем городе, ну что может с ней произойти? А у нее в городе, в принципе, все было хорошо. На следующий день она идет в свой колледж, все как обычно, пары проходят вполне нормально, ничего сверхъестественного не было. Но единственный минус того дня был в том, что Настю преподаватель попросила задержаться, потому что Настя писала контрольную работу со своим классом, но оказывается она не выполнила еще несколько заданий. И преподаватель попросила Настю задержаться и выполнить те задания, которые она не сделала. И Настя подумала, ну учеба-то важнее, поэтому она осталась. Выполняла задания, они оказались весьма сложными, плюс еще преподавательница попросила ее там что-то помочь ей. Из колледжа она вышла в 16.00, и на улице было достаточно темно, потому что была поздняя осень, темнело очень рано. Но Настя подумала, ладно, все будет отлично, смотрит на часы 16.00. Настя понимала, что она опаздывает на работу, а, кстати, после учебы она подрабатывала, раздавала листовки в торговом центре, чтобы хоть как-то заработать какие-то денежки, порадовать себя, порадовать маму чем-то вкусненьким, как-то финансово помочь или какие-то подарочки, одежку купить. И в итоге ей остается там на работе еще пару часов работать. Думает, ну ладно, хотя бы два часа поработаю, пусть получу меньше, но хотя бы какие-то деньги я получу, потому что ее семья катастрофически нуждалась в финансах. Настя принимает решение сократить путь, то есть срезать через темный переулок, через который она никогда не ходила и никогда его не замечала. И тут она его увидела и думает, так, мне нужно успеть как можно скорее на мою работу. Ну, Настя решила пойти через этот темный переулок, там никого не было. Было очень страшно, но Настя на это не обращала внимания. И что вы думаете? Бах, шум, грохот, боль. Настя упала. Она еле встала, она сильно ушибла правую коленку, и она думает, блин, ну что ж такое? Когда она уже вышла из переулка на территорию, где были фонари вдоль дороги, она увидела, что у нее еще порвались джинсы. Она думает, вот это да! Хотела заработать денег, а тут себе порвала джинсы, придется новую покупать. А это еще дополнительные финансовые затраты. В общем, Настю день ее уже не радовал никоим образом, но все же она цель поставила добраться до работы и поработать остальные пару часов. Она села в транспорт, доехала до места работы, прибегает к руководителю своему, а он говорит, «Ты чего так поздно пришла? Ты почему на телефон не отвечала? Я тебе звонил! Ты вообще на кого похожа?» Смотрит на нее, а у нее-то порватая коленка. И помимо этого она еще запачкала свою куртку, когда падала. И Настя еще тогда не успела обратить внимание, что она была вымазана очень сильно из-за того, что упала в той подворотне в переулке. Поэтому руководитель ее так отругал. И еще он сказал, «Так, сегодня ты работать не будешь, приходи через неделю, я тебе уже нашел замену. Вот та девочка!» И показывает пальцем на другую девочку, которая стоит на ее месте, раздает флайера. Она будет эту неделю работать вместо тебя. Что будет потом? Не знаю. Если будешь нужна, позвоню. Настя просто опешила, как так, ее место занято. И руководитель просто ушел. Она поняла, что она потеряла по факту свою работу, подработку. Думает, ладно, как дойти домой, сообщить маме эту новость. Это весьма нерадостная новость, что не будет финансового дополнительного дохода. И плюс у нее рваные джинсы, плюс она еще упала. И у нее, кстати, болела правая коленка, потому что она как-то упала нехорошо, что она начала как бы болеть и немножко опухать. И Настя шла, думая о своем, чуть не попала под машину, когда переходила дорогу. Ей там сигналили, думали, что она какая-то ненормальная. Но Настя была в своих проблемах. В общем, Настя села на свою маршрутку, которая ей нужна была. Думая о своем, она смотрела в окно. Она не обращала внимания на посторонних людей. И когда маршрутка остановилась, водитель говорит, приехали. Ну, Настя дальше смотрит в окно, думая о своем. И водитель ей говорит, девушка, мы приехали, выходите. Она говорит, в смысле выходите? Называя свою остановку, он говорит, мы приехали, конечная остановка. Девушка, выходите. Я уже еду домой. Все, моя работа закончена. Настя офигела, думает, блин, что происходит. Она спрашивает, а где я нахожусь? Ей говорят, ну, конечная станция. Все, водитель ее быстро выпихнул. Уехал, и она понимает, что она где-то на окраине города. Она эту местность никак не знает. Единственное, чем руководствовалась Настя, это дойти до ближайшего людного места. Плюс Настя, конечно же, еще открыла свой телефон, но сеть в том районе почему-то не ловила. Поэтому она шла до ближайших фонарей. И как только она встретила первого человека, а, кстати, уже было 19.00, было достаточно-таки темно. Я не знаю, как так она долго ездила, долго ходила, но довозилось очень долго, что стемнело, и было реально страшно на улице одной ходить. Вот она встретила женщину и спрашивает, подскажите, пожалуйста, как мне отсюда добраться до центра города? Ну, потому что все же до центра города, когда доберешься оттуда, проще добраться до своего района, и транспорт в центре ходит активнее, чем на окраинах. Так вот, женщина ей подсказала, нужно идти вот туда, два квартала прямо, квартал налево, квартал прямо, потом нужно перейти дорогу, темный скверик, и потом сразу будет уже остановка. Вот там ты сможешь сесть, ехать до центра города. Она поблагодарила женщину, пошла дальше, коленка у Насти начинала болеть еще больше, и Настя думает, как бы мне добраться домой, уже отдохнуть от этого всего. Казалось бы, обычный день, но вот какие-то неприятности на ее голову свалились. Настя шла по тому маршруту, который ей рассказала женщина, и вот она, понимая, что ей нужно перейти дорогу, видит скверик, пару фонарей. Ну а дальше скверик такой, скажем так, там акации растут и прочие деревья, и думает, ну что страшного в этом скверике, ничего нет, вон там остановка, я ее вижу. Осталось лишь пройти скверик. Заходит она в скверик, никого нет, и это как-то немножко ее насторожило. Но она увидела вдалеке, что ушла какая-то женщина, и ее как раз очень хорошо освещали фонари. Женщина шла с коляской, выгуливала своего ребенка, значит, ну если ходят люди, значит ничего страшного в этом нет. Идет Настя дальше, а ей нужно было полностью пройти весь скверик. И она понимает, что ей осталось совсем чуть-чуть, и тут она видит, что ей навстречу идет мужчина, ну достаточно высокий, ну где-то под 2 метра, может метр 80, темный. Плюс еще фонари так светили, что она не могла полностью его рассмотреть, но она особо и не всматривалась. Он был в черном плаще, в черных каких-то ботинках и в какой-то черной шапке. Лица его она не видела, потому что, опять-таки, плохое освещение на улице, ну хотя бы какое-то есть, чтобы видеть, где кто идет, движется их. Этот мужчина прошел миминг, и значит, идет Настя дальше, и тут раз, внезапно ее хватает вот так за лицо, закрывают ей губы, хватают за шею. Настя не понимает, она цепляется руками за человека, который на нее нападает, она не понимает, что происходит, но она чувствует, что это какие-то кожаные перчатки черные, это она потом уже увидела, что они черные, и она не понимает, что происходит, ее кто-то схватил, и мужик говорит, рыпнешься, убью. Настя испугалась, она пыталась кричать, но все же Настя не прекращала кричать и брыкаться, и этот мужчина приставил ей нож к горлу и показал ей этот нож, говоришь, рыпнешься, зарежу. Так что молчи, это в твоих интересах. Настя испугалась, ее охватил дикий ужас, и этот мужчина затащил ее в кусты, и сказал, так, будешь делать все, что я скажу, и приставил ей нож сзади спины к ребрам, к позвонку даже. И он ее куда-то вел, и говорит, мы сейчас пойдем в одно очень тихое место. Она шла и думала, что происходит, у нее прям все мысли с головы вылетели, она не понимала, что и как, почему именно с ней это происходит, но до нее начинала доходить информация, что нужно как-то сбежать от этого человека, потому что хорошим это ничем не закончится. Переходили они дорогу, и в очередном темном переулке возле пятиэтажек из-за угла повернула компания слегка пьяных ребят, это было пять парней, скорее всего, это были студенты, и они очень шумели, и тем самым это отвлекло внимание маньяка. Настя вырвалась и начала бежать. Маньяк кричит, стой, убей, сволочь! Но Настя не могла быстро бежать, потому что у нее коленка на правой ноге, очень болела, она ведь ее ударила. Эта компания прошла мимо, ничего не услышала, этот маньяк догоняет Настю, набрасывается на нее и бьет головой об асфальт, и говорит, я же тебе говорил, рыпнешься и убью. Так как Настя очень сильно ударилась головой об асфальт, у нее начала болеть голова, ее поднял этот мужчина и накинул через себя, и тащил на себе Настю куда-то, куда именно она не понимала, но она старалась как-то запомнить местность, то это за дорога, где, как выглядят дома. В общем, у Насти не хватило сил, и она просто отключилась. Проснулась Настя уже в каком-то незнакомом для нее помещении, она была на диване, у нее были связаны руки и ноль. Настя не понимала, где она, это было ужасное какое-то помещение, и первое, что ей пришло в голову, посмотреть окна. Окна были заклеены газетами, чтобы она не смогла увидеть, где она находится. Настя бегом начала шариться, и у нее в кармане остался ее мобильный телефон. Она начала набирать подругу, подруга не отвечает, звонить другой подруге, подруга говорит, алло, что случилось, Настя? Типа, что ты так поздно звонишь? Настя начинает кричать, что меня кто-то похитил, пожалуйста, найди меня, пожалуйста, найди. Я не знаю где, спаси меня. Она говорит, что? Что вообще происходит? Типа, ты что, меня пранкуешь? Настя начинает кричать, что нет, на меня напали, я где-то нахожусь в непонятном месте. И подруга говорит, хорошо, как я могу помочь, как тебя отследить? Девчонки договорились по-быстрому, что она включила GPS, Настя, и подруга будет ее искать через Google карты. Там есть такая функция, я даже сама как-то свой телефон так искала. И, собственно, в этот момент заходит маньяк, отбирает у нее телефон. Но благо, Настя успела включить интернет и GPS-навигатор. Все, что происходило дальше, особо не было слышно по телефону, потому что телефон маньяк забрал и бросил об стенку. И он как бы типа в дребезги разлетелся, но я не знаю, уцелило там что-то или нет. Сам факт. Маньяк начал заклеивать рот Насти, привязывать к стулу начал и доставал инструмент для пыток. Настя вообще была в шоке, что происходит, как так. И тут Настя из-за страха просто потеряла сознание. Но этому маньяку было скучно. Он хотел, чтобы жертва страдала, кричала. Он от этого получал удовольствие. Поэтому он ждал, когда же Настя проснется. И так получилось, что когда Настя через час очнулась, то она услышала, как опять ходит в комнату маньяк, говорит, ну наконец ты проснулась, я заждался. Сейчас я буду отрезать от тебя часть тела. Начнем с пальцев. Настя была в шоке, она начинала кричать, она пыталась врываться, но она была привязана к стулу и никак не могла оттуда никак сбежать. Просто она в ловушке, и все. И никто ей помочь уже не может. И тут внезапно сток в двери. Настя думает, о боже, это мое спасение. Но маньяк ей пригрозил, если бы шарать, убью. Но Настя уже понимала, что ей терять нечего. И когда постучались в двери, и маньяк пошел открывать эту дверь, Настя пыталась привлекать внимание, кричать. Она со стулом вместе упала, и раздался грохот. И спросил сосед, у вас все в порядке? Я слышу, у вас какой-то шум. Маньяк сказал, что да, все в порядке, не о чем беспокоиться. Просто там перестановку мебели делает. А то, что шум, это просто радио глючит. И сосед такой думает, а, ну ладно, все хорошо. Извините за беспокойство. В итоге, через 10 минут опять раздается звонок в дверь. И уже стояла на пороге девочка. И говорила, ой, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, а здесь Анастасия Федотова живет? И мужик, этот маньяк, говорит, нет, вы ошиблись дверью. Всего доброго. Знаете, зачем задавали этот вопрос? Настя Федотова, это та девочка, которую поймал этот маньяк. Он не знал, как зовут эту жертву, то есть Настю. И, собственно, подруга Настя, Катя, она специально это сделала, чтобы увидеть лицо маньяка. И самое забавное, что она смогла запечатлеть его лицо на телефон. Она себе в куртку, в карман спрятала телефон так, чтобы толчала одна камера от телефона, и было на камеру снято его лицо. Ей это удалось. Катя прекрасно понимала, что жизнь ее подруги в ее руках. И поэтому она несколько раз звонила в полицию, вызывала подмогу, помощь, чтобы приехали и спасли ее подругу. И через 10 минут приехала машина с сиренами, и маньяк начал паниковать. Он опять же закрыл все двери на замок. Катя попросила подняться на второй этаж и открыть дверь, потому что она утверждала, что там находится ее подруга, потому что она вычислила по интернету через GPS навигатор, что там ее подруга Настя. И она в беде, ее похитил маньяк. Полиция сначала не поверила, но просто ради любопытства стучали в дверь. И говорят, что там никого нет, потому что им никто не открыл. На что Катя говорит, мне открывал за 10-15 минут до вашего приезда мужчина. Я успела его сфотографировать, вот смотрите, и показывает им телефон с изображением этого мужчины. Каково было удивление сотрудников, которые приехали. Сотрудники в этом фото увидели маньяка, о котором постоянно говорили в новостях. И все-таки этот маньяк уже добрался до города, в котором жила Настя. И поэтому полиция срочно приняла меры вызывать подмогу и вскрывать дверь. Через 5 минут приехало еще 3 машины, также была бригада с спецоборудованием, и специалисты взломали дверь. Дверь удалось взломать, но маньяк пытался сбежать. Со второго этажа прыгать он не хотел, чтобы себе что-то сломать, но он по пожарной лестнице сползал вниз. В общем, там, где он пытался слазить с этой лестницы, там его и поймали, и сразу же повязали. Также были задействованы овчарки, то есть служебные собаки, которые и помогли задержать этого маньяка. Ну, а Настю спасли. Настя была вся запуганная, у нее было лицо в крови, потому что она была ударена головой. И также у Насти коленка ее очень сильно болела и была воспалена. В общем, Настю отвезли в больницу, оказали ей первую медицинскую помощь. Позвонили ее маме, мама вообще не знала, что такое происходит, мама просто ждала Настю очень поздно дома, потому что знала, что Настя будет подрабатывать. Но так получилось, что вместо подработок Настя попала в руки маньяка. Ну, и этого маньяка посадили в тюрьму, и он был обвинен в более чем 20 изнасилованиях и убийствах своих жертв. Поэтому маньяк был приговорен к пожизненному заключению и до конца своей жизни будет сидеть в тюрьме. Ну, а это история о том, что когда у вас что-то в жизни не запланировано получается, или вот как-то вот планы сдвигаются, не спешите идти через какой-то переулок, где темно, непонятно кто ходит. Не спешите, сломя голову, идти туда, где вы уже особо не получите прибыли какой-то. Типа, а, чуть-чуть за работу, но ты уже разбила коленку. Просто мы сейчас разбираем историю. Если ты разбила коленку, остановись, осмотри свою ногу, не беги на работу. Пойди домой, приведи себя в порядок и подумай о завтрашнем дне. Просто Настя на спешку была неуместна в тот день, так как привела к тому, что она попала в руки маньяку. И вывод из этой истории еще таков, что по темным переулкам, местам, подворотням, ребята, лучше не ходить. А если ходите, то вся ответственность на вас, и вы идете туда на свой страх и риск, потому что там непонятно кто ходит. И в переулки, скверики, парки ночью не ходите. А если вы ходите втроем, с подружками, я как-то ходила, но мы бежали на такси, мы бежали. Они шли медленно, как это делала Настя. И самое главное из этой истории, ребята, где бы вы ни были, днем, утром, ночью, вечером, где бы вы ни шли, всегда держите свое ухо востро, чтобы слышать, кто идет впереди, кто сзади, что и как происходит. И если у вас какая-то проблема в жизни, прошу вас. И если у вас какая-то жизненная проблема, ребята, прошу вас, не зарывайтесь, не уходите в себя, когда вы находитесь на улице в общественном месте, где вам может угрожать опасность. Придите домой, и вот дома можете зарыться в себя и депрессировать. Но когда вы на улице, прошу вас, оставьте депрессию в сторонку и побеспокойтесь о своей жизни, потому что ваша жизнь самая ценная, что у вас есть, и она у вас одна. И также прошу вас подумать о ваших родителях, потому что они будут очень переживать. Собственно, как переживала мама Насти, когда узнала, что Настя была жертвой маньяка. И слава богу, что удалось спасти Настю. И я желаю, чтобы у каждого из вас была такая подруга, как в этой истории Кати, которая спасла свою подругу Настю и не бросила в беде. Так что, ребята, я надеюсь, что эта история была для вас полезной. Если это так, то ставьте пальцы вверх под этим видео. Также подписывайтесь на мой канал. Это красная кнопочка под этим видео. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех моих новых видео. Ну а с вами была я, Оля Грейс. И до новых встреч. Пока-пока.